После продолжительной зимы с ее морозами и острой нехваткой солнечного света у многих появляется сонливость, повышается раздражительность, шелушится кожа. Это все звоночки гиповитаминоза. Именно так в медицине называют нехватку важных микроэлементов. А устоявшиеся в народе понятия «авитаминоз» – уже тяжелая форма витаминной недостаточности. Для жителей Поволжья, характерных жителей Поволжья весной чаще всего, с чем-то связано, с тем, что у нас есть понятие сезонности продуктов питания. В зоне риска чаще всего находятся пожилые люди, люди маленьких возрастов, дети и подростки в том числе, и люди, занимающиеся активным физическим спортом. Так при недостатке витамина А начинает подводить зрение, волосы становятся тонкими и ломкими. Начались проблемы с кожей, значит организм просит витамина в группы В. Десны опухают и кровоточат – это недостаток витамина С. Особую роль в самочувствии играет витамин D. Он повышает иммунитет, участвует в регуляции артериального давления и работы сердца. Необходим для функционирования щитовидной железы и нормальной свертываемости крови. Также для жителей Поволжья характерен недостаток йода. При этом не стоит заниматься самолечением. Перед приемом витаминных комплексов обязательно проконсультируйтесь с врачом. Только профессионал сможет оценить степень витамина недостаточности и выявить патологии, которые могли стать ее причиной. Хоть наша область, самарская область эндемична, эндемичный регион по йод-дефициту, прием тех же самых поливитаминов включает в себя обычные продукты, то есть компоненты йода. Поэтому, опять-таки, в весенний период времени с целью профилактики гипо- и авитаминозов рекомендуется применять поливитамин, но, опять-таки, после консультации врача. Лучшая профилактика авитаминоза – это сбалансированное питание. Так, всего 30 грамм петрушки в день восполнят норму витамина С в организме. Морская капуста богата йодом, а орехи – витаминами группы В и магния. Такие простые рекомендации помогут сохранить здоровье на долгие годы. Ольга Волкова, Константин Головин. События.